На бульваре Победы в центре областной столицы установлены постаменты для бюстов орловских героев. Напомним, летом прошлого года появился указ президента о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты. Его они совершили 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Шатойского района Чечни, приняв неравный бой с боевиками. Из 90 бойцов 84 погибли, встав против 2500 душманов Хатаба и Шамиля Басаева. И теперь десантам ставят на их родине памятники. Всего бюсты десантникам установят в 28 регионах страны. Инициатором этой масштабной акции стала общественная организация «Деловая Россия». В Орле памятник откроют в конце февраля следующего года. Он будет посвящен герою России Александру Дизанцеву, уроженцу села Воинова Корсаковского района. Он и его командир корректировали огонь артиллерии, бьющий издалека. В конце концов вызвали огонь на себя. Орловские общественники предложили установить рядом бюст и другому нашему герою, который тоже погиб в Чечне. ОМОНовцу Алексею Скворцову. И если установка бюста Дизанцеву пройдет на средства «Деловой России», то деньги на бюст Скворцову собирали всем миром. В первую очередь это сделали орловские силовики. Сотрудники региональных управлений МВД, Росгвардии, курсанты и ПЕД состав Академии ФСО и ОРЮИ. И вот основания для бюстов уже установлены. Заметим, эти памятники устанавливаются при поддержке губернатора. Еще заметим, всему этому предшествовала огромная работа. Обсуждение шрифтов и надписей и определение высоты постаментов, чтобы смотрелись едино вместе с соседними памятниками Санько и Образцову. Еще надо было добиться у московского производителя скидок, найти транспорт, чтобы привести основания. Даже рабочие здесь – волонтеры-поисковики, а не нанятые монтажники. Другие – это представители ветеранских организаций. А сами бюсты героев еще в работе. Сбор средств на памятнике еще продолжается, и всякий может принять в нем участие. Реквизиты благотворительного фонда «Победа», на счетах которого аккумулируются средства, на ваших экранах.